По данным компании ТНС Украина, это чрезвычайное происшествие привлекло наибольшее внимание интернет-пользователей. Одно дело внешний враг, другое внутренний. В столице сотрудники СБУ накрыли диверсионно-разведывательную группу. Спецоперация проходила сразу в нескольких точках, где скрывались террористы. Бойцы спецподразделения «Альфа» задержали трех граждан России и четырех украинцев. Одного диверсанта пришлось ликвидировать. Мужчина начал стрелять. «Один из террористов открыл огонь из автоматического оружия и ранил одного нашего сотрудника. Он сейчас находится в стабильном состоянии. К сожалению, другой сотрудник получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Хотя врачи действительно сделали все, что смогли». В службе безопасности сообщили, их сотрудник погиб, спасая жизнь ребенка. Семилетнего мальчика и его родителей пришлось эвакуировать из квартиры, где скрывался диверсант. У задержанных силовики изъяли целый арсенал оружия. «Там было обнаружено 23 самодельных взрывных устройства. Был обнаружен гранатомет. Было обнаружено значительное количество гранат, автоматического оружия, боеприпасов к нему». В доме, где произошла стычка, на стенах следы от пуль, кровь на полу. Судя по всему, здесь было жарко. Несмотря на это, некоторые из жителей многоэтажки даже не слышали о перестрелке. «Мы с детьми гуляем, мы ничего не знаем». «Не знаю ничего. Неизвестно». Те же, кто знает, что произошло, говорят. Гибель бойца свидетельствует о недостаточной подготовке работников СБУ к спецоперации. «Раз готовили эту операцию, значит, ну я так считаю, что должны были сделать чисто». В службе безопасности не исключают, что задержанные граждане Российской Федерации имеют отношение к российским спецслужбам. В ФСБ по этой информации пока комментариев не дают.